ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Кыран также много атаковал в первом периоде. Ну а во втором периоде уже Фатыхов счет открывал на 24-й минуте. Первая его шайба. Смотрим, на загляденье она получилась. Ну а затем Шуманович в большинстве на 33-й минуте счет сравнивает. И 1-1 счет у нас становится. Но спустя 2 минуты Башко первый раз в этой встрече выводит Кыран вперед. Девятую шайбу забрасывает в этом сезоне. 17-е набранное очко. И счет становится 1-2. Затем Зяблов счет сравнивает. Седьмую шайбу забрасывает. Аид Калиев и Бауэр у него в ассистентах. 11-е набранное очко. На 39-й минуте счет становится 2-2. Ну и на концовочку, да, еще второй период у нас не заканчивается. Одна минута остается. И счет становится 2-3. Телегин автор заброшенной шайбы. Концовки самой второго периода. Счет становится 2-3. Второй раз в этой встрече Кыран вышел вперед. Ну а затем нас ждал третий период, где Алматы должен был отыгрываться. Нужно было забрасывать одну шайбу. Счет сравнивать и переводить игру под свой контроль. Но это сделать по ходу периода не удается. Забросить шайбу не удается. Несмотря на то, что у Зяблова было 2 выхода. 1 в 0. Не смог он реализовать свои выходы. Не смог он счет сравнять по ходу третьего периода. Но подопечные Виктора Буяльского делают такой подарок в концовке сопернику. Удаление происходит буквально там на последних минутах. И убирает там Шулаев Байдека. Выводит шестого полевого игрока. Ну и реализует это большинство алматинцы. Делая счет 3-3. Бауэр автор заброшенной шайбы. Ну и вся игра переходит в овертайм. Где команды обменивались опасными атаками. Обменивались бросками по воротам. Но забросить-то не удавалось ни у тех и других. Но затем случилось удаление у Кырана. За что и поплатились подопечные Виктора Буяльского. Забрасывают шайбу Зяблов. Там отрикошетила она от него, от ноги. И попала в створ ворот. И там был просмотр. Арбитр посмотрел. Все в рамках правил. Алматы вторую победу подряд одерживает. Над карагандинским Кыраном. Ну и там оставалось буквально 15 секунд для того, чтобы мы посмотрели послематчевые броски. Но этого не произошло. Зяблов все-таки после неудачных выходов 2-1 в ноль. Он все-таки решил, что нужно забросить. И помочь команде одержать эту нужную и важную победу. Ну и на этом все. Команда Алматы поднимается на седьмую строчку. Уверенно идет в зоне плей-офф на данный момент. Ну а у Кырана есть еще 2 игры в запасе, чтобы сравняться по сыгранным матчам с алматинской командой. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся уже на следующих матчах Алматы. Дальше мы будем выходить уже в эфир с Халык-арены уже 10-го числа. Ну и спасибо за внимание. Пока-пока.